Другой сюрприз ожидает любителей французской культуры уже в понедельник. Духовой оркестр областной филармонии сегодня проводит последние репетиции большого концерта. Он обещает стать настоящей кульминацией в целом калейдоскопе музыкальных событий, посвященных году Франции в России. 40 музыкантов, вооруженных тромбонами, фаготами и трубами, с трудом втиснулись в небольшой кабинет музыкального колледжа. И тут же превратили его в маленькую Францию. Музыкальные произведения из репертуара оркестра Поля Мариа звучат в перемешку с Шарлем, Азнавуром и французскими классиками. Прежде всего Жор Бизе, его Кармен, Сен-Сан с Камиль, его Лебедь знаменитый, ну и другие. Кроме этого, ретро-музыка, немножко современная, шансон, конечно, а-ля шансон, потому что так спеть, как французы, надо иметь такой прононс, извините, что русским певицам и певицам это тяжело. Дирижеры сменяют друг друга за пультом. Их в концерте будет занято трое. Вокал обеспечат солисты филармонии. На сцену выйдут и специальные гости – ансамбль бального танца «Аниона». Репетиция, правда, проходила без них по вполне понятным причинам. Работать с шансоном было сложно, но интересно признаются музыканты. Корректировались и партитуры, и голоса. Эта музыка, думаю, близка всем, поскольку шансон – это как бы музыка народная. Поэтому я думаю, что будет нескучно. К духовому оркестру присоединится и лауреат международных конкурсов – аккордеонист Мирослав Лелюх. Ради такого случая он даже расчехлил свой лучший инструмент – аккордеон барсини. В России он единственный, не без гордости замечает музыкант. Это произведение у меня давно в репертуаре, но именно с духовым оркестром я играю его впервые. И когда мне позвонили в филармонии, предложили, я сразу согласился, потому что музыка гениальная, и она в разных составах звучит по-разному, и всегда интересна. Вся эта талантливая компания появится на сцене Калининградского драматического театра 17 мая. В программе заявлено более 20 музыкальных произведений. Вита Степанчук, Алла Сумарокова, Наталья Будник, Вести Калининград. Напоминаю, все последние новости вы также можете найти на нашем сайте.